Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. 206 пар героев установлено в школах республики. В Нижней Тиберде открыли парту в честь прославленного летчика, героя России Коновата Баташева. Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии рассказали об основных направлениях программы комплексного развития молодежной политики. Полина – голосовой помощник, который ответит на звонок и поможет решить несложные вопросы. В службе судебных приставов рассказали об услуге. Урок полезного питания прошел в Хабетской школе. На открытом занятии собравшиеся поделились секретами здорового рациона. В ауле Нижняя Тиберда открыли парту героев в честь военного летчика Кономата Баташева. Педагоги, учащиеся и родственники собрались в родной школе Героя России Кономата Баташева, чтобы торжественно открыть парту достойного сына карачаевского народа. Альбина Куроченова-Кенжева побывала на мероприятии. Мероприятие началось с просмотра видеоклипа Кономате Баташеве. Присутствующие говорили очень много теплых слов о мужестве генерал-майора, летчика-снайпера, который ценой своей жизни помог вырваться десантно-штурмовой группе из окружения в зоне спецоперации. Таких людей, как Баташев Иванович, очень мало. На всю Россию, не только Россию, но на весь мир прославил нас. Тибердинское ущелье стало колыбелью для многих людей, которые сумели прославить свою родину. Среди них десятки революционеров и просветителей, ученых и общественных деятелей, поэтов и писателей. Сегодня мы склоняем головы в память нашего земляка, уроженца аула Нишняя Тиберда. Ребята читали проникновенные стихи, слушали рассказы о герое от своих наставников. Получился теплый и трогательный вечер памяти о Кономате Баташеве. Торжественно открыли парту героя родственники Баташева. Учителя и их подопечные гордятся, что теперь в школе есть такая парта. Правом сидеть за партой герой России Баташева Кономата удостойны отличники и талантливые ребята, которые будут свято чтить память своего односельчанина. Отличница и активистка Амина Беджиева стала первой ученицей, кто сядет за парту героя. Быть патриотом России, быть честной и справедливой, быть образцом в учебе и дисциплине, с гордостью сидеть за партой героя. Клянусь, клянусь, клянусь. Учитель родного языка и литературы Халимат Качкарова занималась подготовкой мероприятия, гордиться своими учениками. Парта героя – это урок нравственности, урок чести, урок доблести, урок совести, ребята. Мы должны знать о своих героях очень много. Педагоги из Джигутинского лицея номер 7 подготовили подарки своим коллегам, среди которых был музыкальный номер, который тронул присутствующих до слез. Встанем герою России, останутся в наших сердцах до конца. Встанем. Альбина Курачинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Нижняя Тиберда. Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии выявлен факт дачи взятки иностранным гражданинам должностному лицу управления. За денежное вознаграждение правонарушитель рассчитывал получить пропуск в 5-километровую полосу местности вдоль линии государственной границы без соответствующего разрешения, а также избежать ответственности за нахождение в пограничной зоне без разрешительных документов, дающих на то право. По данному факту сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии разработало программу комплексного развития молодежной политики региона. В ходе пресс-конференции руководитель ведомства Ибрагим Татаркулов рассказал о программе и ответил на вопросы журналистов республиканских СМИ. Подробности у Алибаташева. Одно из главных направлений программы – развитие военно-патриотического воспитания, отметил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. С этой целью в Черкесске при поддержке главы Карачаево-Черкесии был досрочно сдан в эксплуатацию учебно-методический центр «Авангард». Министр отметил, что в 2023 году на базе центра планируется провести около 35-дневных смен с общим количеством участников 900 человек. Это учащиеся 9-10 классов общеобразовательных школ республики. Кроме того, планируется организация северокавказского слета центров «Авангард». Отрадно, что именно на территории Карачаева-Черкесии будет проведен Северокавказский форум. Это показатель того, что в этом направлении наша республика является одной из передовых в СКФО и России, отметил Ибрагим Татаркулов. Помимо Махара, хочу сказать о том, что Карачаево-Черкесия примет Северокавказский форум российского движения детей и молодежи, который будет организован в начале лета 2023 года, что также для нас является знаковым и показательным с точки зрения, что именно наш субъект, Карачаево-Черкесия, выбрана как площадка организации проведения данного крупного мероприятия. Деятельность юных добровольцев и волонтеров республики также была удостоена высокой оценки. Добровольчество – это, конечно, акция «Мы вместе», это ресурсный центр поддержки и развития добровольчества молодежного, который начал свою работу в январе 2022 года и за достаточно короткий промежуток времени показал высокий уровень эффективности. Также в этом году при поддержке главы республики и федерального агентства по делам молодежи на базе «Оно – моя карьера» будут созданы молодежный центр, дом молодежи и центр обучения специалистов в сфере легкой промышленности и туризма. Карачаево-Черкесия является одним из локомотивных субъектов по развитию легкой промышленности и туризма и показывает из года в год одну из лучших динамик спроса на туристические услуги. Представители министерства рассказали про интеллектуальное и творческое развитие молодых людей. Главная задача – чтобы наша талантливая и прекрасная молодежь могла реализовать себя, чтобы молодые люди развивались, достигали поставленных целей во благо дальнейшего развития республики, сказал Ибрагим Татаркулов, завершая встречу. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами мокрый снег, днём в отдельных районах сильный. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов мороза в горах до минус 10, а днём минус 2 плюс 3, местами 2-7 ниже нуля. И на дорогах гололедица. В Черкесии облачно и снег, ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 4 градусов мороза, а днём – минус 1, плюс 1. И на дорогах гололедица. Не пропустите! В минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновлённого агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы-Экспо. Сотелла мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, 2Б, 2-й этаж. 8-952-836-47-03. Продолжаем выпуск. Полина поможет. Теперь каждый человек, не выходя из дома, сможет получить всю актуальную информацию о себе, имеющуюся в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Голосовая помощница с искусственным интеллектом, но вполне человеческим именем, способна определять тематику запросов и синтезировать ответы в соответствии с различными сценариями обработки вызовов. Как и по какому номеру можно связаться с Полиной, в каких вопросах она сможет оказать поддержку, расскажет Ахмат Халкечев. Чтобы воспользоваться услугой электронного помощника, необходимо позвонить в Центр телефонного служения Федеральной службы судебных приставов по номеру 8800-303-400. Главная цель проекта – дать возможность людям получить всю актуальную информацию о своих задолженностях или о каких-либо ограничениях, не выходя из дома. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученной информации система автоматически формирует запрос и в аудиорежиме предоставляет общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. Полина может предоставлять и более расширенную информацию, но для этого уже необходимо будет подтвердить свою личность предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН либо СНИЛС. После такого подтверждения можно получить сведения об имеющихся ограничениях на регистрационные действия с имуществом, о наличии возбужденных исполнительных производств и арестованных в банковских читах. Кроме того, голосовой помощник подскажет информацию о наличии ограничений выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств, а также поможет получить реквизиты для оплаты сумм задолженности. По запросам абонентов возможно получить информацию о порядке личного приема судебными приставами-исполнителями, а также начальниками отделений, о режиме работы фильтариальных органов Федеральной службы судебных пристав, а также о государственных услугах, предоставляемых ведомством. В планах на перспективу добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовом формате не только через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, но и через популярные мессенджеры, как Вайбер, ВКонтакте и Телеграм. Все внедряемые новшества, как уточняют в ведомстве, прежде всего нацелены на повышение доступности сервиса и качество обслуживания населения. Ахмат Халкищев, Расул Бердиев, Вести Крочаева, Черкесия. Хорошо усваиваются только те знания, которые поглощаются с аппетитом. В этом убедились маленькие специалисты по полезному питанию хабейской школы, которые на открытом уроке поделились секретами здорового рациона. С правильным меню ознакомилась и Фатима Даурова. Урок открытия новых знаний в третьем Б-классе начался с экскурсии в мир здорового питания. Судя по тематическим нарядам ребят, к такой беседе они готовились усердно. Каждое одеяние продумано до мелочей и соответствует заданной роли. А презентацию фруктово-овощного ряда украсило актерское мастерство молодых нутрициологов. Где же ты сегодня был? Миша в гости пригласил, отказать ему не смог. Ох, зачем я ел пирог? Разве можно столько есть? На диету нужно сесть. Секреты правильного питания раскрывались по ходу всего занятия. Ребята делились знаниями о важности здорового и рационального приема пищи. Вспоминая культуру питания своих предков, делали параллели с современностью. Она у черкесов был невысокий. И сидящий за ним человек не мог съесть лишнее. Это было ровно столько, сколько необходимо было для крепкого здоровья. Поэтому у нартов никогда не было толстых людей. Они были очень стройными, красивыми и здоровыми людьми. Разбирались и в том, как сделать выбор между бургером, картошкой фри и сладкой газировкой в пользу домашней вкусной еды. Какие продукты нужны для здоровья и роста, а какие вовсе следует сильно ограничить и желательно не употреблять. Хочется отметить, что на сегодняшний день наши детки, к сожалению, питаются нездоровой, свежеприготовленной пищей. Они предпочитают есть фастфуды, чипсы, различные полуфабрикаты. И я стараюсь на каждом уроке, это не только сегодняшний урок, я стараюсь это все объяснить на каждом уроке в течение всего учебного года. Сегодняшний урок имеет свою предысторию. После победы на региональном этапе конкурса «Лучшая сельская школьная столовая» работники пищевого блока, руководители и участники проекта были приглашены в Уфу на следующий уровень состязаний. Мы вышли в полуфинал, в финал, в суперфинал и потом отправились в Москву на награждение. Чему было посвящено то мероприятие? Правильному питанию, насколько оно должно быть экологически правильным. Поставка экологически чистых продуктов в образовательные учреждения. И там был целый конкурс 87 команд. Из 87 команд мы попали в десятку лучших команд. В конце урока гостям преподнесли корзину продуктов из классной кладовой, которую прямо на месте собрали дети, исходя из полученной информации. Подарок получился аппетитным и, главное, полезным для здоровья. Фатим Адаурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Скальфосовский».